Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, опять новости, да? Много пишут про Юрского, причём пишут умные люди. Пишет Шандрович, великий Юрский, все слова малые. Грандиозный актёр, абсолютное чувство стиля, невероятное обаяние, эталонное исполнение литературных текстов. Да, я вот как раз Юрского, может быть, даже не по фильмам, а я люблю слушать радио, какие-то спектакли, радиоспектакли. Вот, и там очень много Юрского всегда. Даже у меня, ну, ладно, я не буду говорить, но у меня есть даже несколько выражений таких вот своих ходовых именно из Юрского, понимаете? Вот, ну да, плохо без Юрского. Ещё один кусочек сердца, это тоже про Юрского. Вот, перечислять роли Сергея Юрьевича не имеет смысла. Это уже из живого журнала. Хоть одну, но каждый из вас знает. Да, вот, кому что запомнилось, это точно. Такого объединительного эффекта зрительской любви невозможно добиться только многолетним оттачиванием мастерства. Должно быть то, что называют Божьей искрой. У Сергея Юрского она была. Ладно, так, что ещё тут, что ещё? Вот, ну, это чуть-чуть попозже. А, ну вот про артистов ещё, да? Про артистов. Смотрите-ка. Алла Борисовна Пугачёва искала свои неизлечимые болезни. Вот, Вадим Верник сегодня выложил у себя видео с презентацией фильма, где она была с Максимом Галкиным. В нём Пугачёва и сказала, что она болеет. Я услышал знакомую фамилию Верник. Думал, что-то, что-то, что-то знакомое, да? Ну, тут был Игорь вроде. Оказывается, это его брат, Вадим Верник, который появился спустя 15 минут после близнеца Игоря, да? Ну, то есть он младше считается. И вот, ну, Игорь-то я очень хорошо знаю. Вот, и он мне нравится. Тут вот недавно что-то были разговоры насчёт Верника. Не помню уже, с чем связано. Мне нравится Верник. Вот, один из немногих, кстати. Вот, и вот тут интересно рассказывается про него. Ну, братья, да? Особенность близнецов заключается в том, что один из них всегда более бойкий, активный. Второй же скромнее и спокойнее. И вот, действительно, Игорь бойкий, а вот этот вот его брат, Вадим, да? Он такой спокойный, мирный. Ну, они похожи, но как братья, не близнецы. И вот, я вспомню, у нас были в школе давно ещё. Я тоже учился в школе. Были братья Калядины. И вот тоже один, Володь, он такой весёлый, весь разбитной. Вот. А второй, они в одно время родились, но они не были, ну, как сказать, очень сильно похожи. Просто как братья. А второй спокойный, мирный такой. Интересное замечание. Я что-то об этом не задумывался. Ладно. Этих пока закроем. Ещё про артистов. Это знаете, кто пишет? Вот, Садальский. В 73-м году Константин Райкин сказал, обрати внимание, великая актриса. Вот. Это про Муравьёву. Ну, вот ей, вы знаете, 70 лет исполнилось, да? Очень интересно. И вот он про неё пишет, что я имел счастье с ней работать. Садальский в Абгите, у Мотыля. Работал с ней. Есть артисты, которые в партии вступают в одну, вторую, третью, и всё равно туда, как Боша Куценко. Ира служит только одной партией. Она называется Театр. Да. Очень хорошая актриса. Ну, и какие новости? Я залез сегодня к Лене Миру, да? Такая у неё статья «Автотранспорт для быдла». Ну, она ругает, что вот Лада Гранта – это дерьмо на колёсах и так далее. Ну, это ладно. Но дело в том, что вот она здесь ругается просто со своими этими комментаторами. Да ты дура, да ты свинья. Ну, и всё такое прочее. Ну, как это так можно, а? Не знаю. Я этого не понимаю. Училась на дерьме. Она меня давно удалила сразу. У неё есть интересные вещи. Ну, подача. Ну, то же самое, вот, разговор зашёл про Невзорова. У него есть интересные вещи. Например, вот то, что он накопал, что вот тут вот какой-то кораблик, который, помните, тогда в Керченском заливе протаранили. Его называются там, что-то новые ворота, что ли, как баран на новые ворота обыграл, да? Ну, подача, ребята, ну, пошлость же сплошная. Неужели вы этого не видите? Ладно, Господь с ним. Вот, смотрите, интересно. Фраза, очень удачная фраза. Хороший компьютер всегда стоит тысячу долларов. Это правильно? Это совершенно правильно. Какие бы ни были, и так вот вспоминаешь, в давние времена, да, самые простые, первый компьютер, самый хороший стоит всегда тысячу долларов. И сейчас хороший компьютер стоит штуку. Универсальный правил, я согласен. Интересная статья о заметавшемся Путине. Ну, он действительно мечется. Ребята, я не буду ее читать, можете почитать на ЖЖ, так она называется. Действительно, они все заметались, они все задергались, они все как-то... Даже посмотреть просто, даже у Маши, к которой мы привыкли, Мидорская Маша, да, у нее разные выражения. Сейчас просто уже за предел пошел, понимаете? Просто за предел. Что-то из этого будет. Интересная статья у Варламова. Почему в России все плохо, а на Западе все хорошо? Мне тоже часто говорят, что это вы по России гадости говорите, а про Запад все хорошо, да? Он правильно сказал. Я, говорит, в России гадости ищу только для того, чтобы вы на это посмотрели. И приняли какие-то меры, и, говорит, понимают меры, он тут про Омск писал, писал. В конце концов, там что-то мусор убрали, все. Вот, вам, говорит, не интересно, что в Берлине там где-то мусор, например, там или в Сан-Франциско, да? Ну, вот это, ну, зачем это нужно знать? А вот то, что в России мусор, нужно его убирать. Вот, и, а почему я хорошие привожу из-за рубежа примеры? Ну, потому что, ну, берите пример просто, берите пример, как это все делается. Берите пример из того, что в Америке на улицах нет брошенных собак и кошек. Возьмите пример. Правильно все. Ну, вот тоже интересная статья. Смотрите, в регионах России начинается настоящая бойня. Бойня. Бойня в каком плане? Вот, смотрите, по Красноярску, да, он, видимо, из Красноярска. Закрыли компанию, первое, закрыли группу компаний Крепость, которая успешно работала на рынке 20 лет и продавала автомобили Тойота и Лексус. Теперь в Красноярске есть только один эксклюзивный дилер. А вы сами знаете, что бывает в таких случаях цены на обслуживание и качество, да? Вот. Дальше. Закрыли заправки сети Магнат. Случайности или совпадения? Обанкротили, третье, местную сеть супермаркетов Роса, освободив выгодные помещения в бойких местах под федеральный магнит. Были магазины с качественным ремонтом и с собственной выпечкой, салатами. У нас все магазины русские, так вот, своя выпечка, салат. А теперь там такое же убогое хрючево, как везде. И вот она рассказывает, как это делается. Схема проста. Если крупному банкиру понравился какой-то успешный региональный бизнес, банк внезапно меняет условия кредитного соглашения, подключает следственный комитет, и комиссант становится фигурантом уголовного дела по неуплате налогов. Подключает автоматом местные СМИ и рассказывает, каким негодяем все эти годы был тот самый бизнесмен. Вариантов всего два. Или платить, или отдать свой бизнес. Вот так, ребята. И по чем делает это государство? Следственный комитет. Ну, еще новость интересна. В четверг, ну это вчера, на предложении Минобороны Российской Федерации американцам уничтожить наземные установки МК-41, ракеты-мишени, беспилотники, нарушающие ДРСМД, замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андрея Томпсон, ответила, что нарушением договора эти системы считает только Россия. И что США не планируют размещать свои крылатые ракеты в Европе. Вот так, ребята. Еще они что-то там предлагают. Минобороны с девочками в постели. «Россия щедрая душа» – это опять Варламов пишет. Вот подборочка. Интервью Шугаев какой-то подтвердил, что Россия выдаст Кубе кредит на 38 миллионов евро. Зачем? Чтобы Куба купила российскую военную технику на российские же деньги. Я вам говорил про технику, да? Вот. И вот он просто пишет. «Давайте посмотрим, сколько долгов Россия опростила партнерам с тех пор, как к власти пришел Путин. И понеслась. 2000 год. Вьетнам – 9 миллиардов. 2001-го. Эфиопия – 4 миллиарда. Монголия – 11. Лаос – 960 миллионов. Никарагуа – 344 миллиона и так далее. И всего 143 миллиарда долларов. А теперь представьте, что было бы, если бы Россия не раздавала подарки диктаторам, а тратила эти деньги на нужды людей. 4 бюджета Москвы, 40 бюджетов Татарстана, 633 бюджета Самары или 1550 бюджетов города Иваново на этот год. Вы представляете, да? Ох, сколько можно было построить? 5000 детских областных клинических больниц, 41 тысячу начальных школ, 100 тысяч новых трамвайных вагонов, 166 новых трамваев и так далее, и так далее. Ну, так. А все отдается. Все отдается. Каким-то… Как он тут выразился, интересно? Ой, какое-то слово у него тут бросает деньги на ветер. Нет, 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 тут какое-то слово интересное есть. А, если бы не раздавала подарки диктаторам, ну, он как-то их назвал. Партнёры, диктаторные, там тут где-то ещё было более ругательное слово. Ну, конечно, уркам этим всем. Вот такие дела, ребята. И что ещё? А больше ничего нет. До свидания, доктор Влад, с вами. Продолжаю вас знакомить с тем, что происходит в мире и в России. Пока. Продолжение следует...